Ваше интервью с Магой Исмаиловым, то самое, которое вышло в феврале, вы тогда сказали такую очень интересную, на мой взгляд, вещь, что дважды на пик выйти невозможно. Вот мне кажется, что сейчас Жозе Алда в легчайшем весе показывает, что в принципе это может быть. Как он показывает, позавчера его избили, я не знаю, как он дрался, с кем он дрался, с Петром же дрался, с Петром дрался, еще с кем он дрался. Ну один бой выигрывает, люди начинают говорить, ну это до поры до времени, ну вот что, Конор дрался же с ковбоем, выглядел как лев, против нормальных выходит, выглядит как этот, я не знаю, испуганная курица. Это все показывает, топовые соперники показывают, чего ты стоишь. Почему я сказал, что уровень российского футбола покажет матч не с Мальтой, а с Хорватией. Это то же самое, что бой сейчас с ковбоем тебя не покажет на каком-то уровне, или там с Педром Мунизом, Альдо. Вот пускай он выйдет против Петра и также подерется, вот тогда мы скажем, что у него второй пик. Вы же видели, что с ним делали, он просто закрылся и сидел, пока судья остановит. Это уже показывает то, что ты не на пике. Если тебя бьют, и ты в сознании, и ты не защищаешься. Я таких бойцов назову бизнесменами, они заходят, просто деньги заработают. А есть такие реальные чемпионы, которые туда выходят и выносят всех, им не важно, вот сколько там ему деньги дают и так далее. Это, конечно, имеет большое значение, но внутри него горит вот этот сопернический дух. Так что, ну, не может быть, что у Альдо второй пик. Вы можете мне сколько хочешь здесь доказывать, просто я через это прошел, и я лучше знаю, чем вы. Вы просто журналист, а я боец. Это Ник Диа, армия, мать.